Бастионок в обороне хотя бы до того, как телега заедет у нас под арку. Да, это действительно напрашивается. Посмотрим, будут ли ребята этим играть. Соответственно... Достаточно интересный пик у команды обороны. И... Бастион, как я и говорил, и Симметр. Кто же у них будет танчить, непонятно. Ни Реймхарда, ни Зари, вообще ни одного танка. Так, стоп. У нас суждение матча. А! Ожидание игроков. Или, может, уже на паузе у нас стоит. Нет, просто я там поставил, что он вручную. Не пускать мать. А вот каким образом, что ты сделаешь, это хорошо. Может быть, эскейп? А тут иначе нет. А... А... Давайте-ка назад в лобби сейчас пройдемся. Давайте небольшие проблемочки. Да, сейчас я просто переставлю тогда, что, соответственно... Просто здесь, в данном случае, соответственно, новое меню. По-новому все приходится абсолютно осваивать. Соответственно... Так, все режимы... Старт матча... По-моему, мы идем. Все, начинаем. Я думал, вот теперь все должно быть точно нормально. Так, всем привет, дорогие друзья. Привет, чатик. Да, еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. Напоминаю, что сегодня у нас сражаются команды из... Института ПНИПУ. Это команда True Guys и Genesis. Сразу после этого будет матч True Guys с Артемисом. Напомни, пожалуйста, с... Дай Банан. Дай Банан. Так что не расходитесь, ожидайте второй матч. Да, сегодня вообще, насколько я слышал, много игр в ПНИПУ. Ну, это интересно. Да, и с Эрберой сегодня играют, вроде как, и с Бауман Кем. Но это уже ближе к позднему вечеру. Странно, на этот раз от команды обороны мы видим более сбалансированный пик. Возможно, они каким-то образом, учитывая задержку, услышали мои комментарии и пожелания. Ну, есть еще вариант, что они просто перед матчем, бывает как, что команды не палят своих героев и пикают каких-нибудь, ну, какой-нибудь полный абсолютный фрэш, как говорится. И у атаки обороны мы видим Бастиона. Очень необычно это видеть. Ну, это новая мета, что поделать. Это новая мета. Но Бастион в атаке, я думаю, сейчас будет нормально заходить, учитывая его скорость лечения и все прочее. Достаточно нестандартные пики, посмотрим, что из этого получится. Пара взлетает, сразу у нас получает от Бастиона. Умирает Мерка от Аны. Начинается, начинается заруба. Обмен любезностями проходит. Умирает Бастион у атакующей команды. На Бастионе, кстати, капитан команды отмечу, Салан. Это капитан команды Генезис. Ана убивает Ану. Бастион убивает Турбосвина. Неплохие размены, мы видим, что у команды обороны Бастион достаточно неплохо сыгрывает. Вот, тем временем он как раз таки забирает фару. Его будет очень сложно выбить с этой позиции, учитывая, что его обороняет Рейнхард, и есть Заря, которая, если что, даст щит на отход. Да, нужно как-то пытаться сзади заходить. Рейнхард заходит очень неплохо. Сзади хочет убить этого Бастиона, видимо, или столкнуть, но умирает. Не получается, у него этот смелый шаг. Да, тем временем пытаются ребята через лесенку зайти. Спит у нас Заря. Довозит, довозит груз до Арки Смерти потихонечку. У-у, обороны уже танк, он использует свой ультимейт, отлично врывается в телегу, раздает дамаг пока что без минусов. Отлично забирает Рейнхард. Тем временем. Еще один минус от Бастиона и треть. Очень неплохой сдержанный. Три в два пока размен, в пользу команда Тругайз, команда Защитников. Очень активно играет команда Оборот. Да, проходит здесь балкончик и небольшой замес. Пытается отогнать, всяческим образом. Атакующая команда Денезис пытается отогнать от тележки. Вот такой же команда, чем временем накапливается три ультимейта, даже почти пять. У них есть все шансы дотолкать телегу до первого чекпоинта. Да, очень неплохо ребята собрались. Отличный шаттер от Рейнхарда. Показывает как надо. Леусио ультует Рейнхард. Буст на Рейнхарда. Другого. Мне кажется, Бусио тут разберется со всем. Слуги не умирают. Рез, неплохо. Как я и говорил, команда атаки успешно докатывает свою телегу. Генезис пытается не дать уйти Бастиону, но не получается. Да, не выходит у них Бастион. Опять она убивает она. Как-то боялись они. Возможно, вы ненавидели себя. Да, и тем временем ребята уже проходят дальше, проходят уверенно. Общими усилиями команда Генезис получается забрать Бастиона обороны. Спит Рейнхард. Поднимается. Вместе с Турбосвином заходят в храм. Шептуется. Пытаются зажать флешки ребята. Стимулятор на Рейнхарда врывается. Зачем ты уезжаешь в дальний конец карты? У него есть шаттер, он его молодец, не сдаёт в остатки красной команды. Солдат два четверых, если я правильно понял, своим ультимейтом. И это практически тим лайф от команды защиты. Очень неплохо ребята ответили. Действительно, как я и ожидал, это явно не в одну калитку играет. Да, нас ждёт очень интересный матч. Моя суперспособность заряжается. Тем временем команда красных зарегруппилась, спокойно начинают подходить к телеге. Турбосвин справляется в сон. Отличный огонь по готовности. И в ответку ультимейтарды неплохо. Вот это красота ребята, вот это красота. И это опять таки тим лайф. Опять спокойно отбиваются от команды атаки. Утругаясь сегодня неплохо получается в обороне на данный момент. Да, они немножко пропустили тележку вперёд. Но здесь они просто собрались и сказали, нет, ребятам, мы дадим бой. Главное это не переоценивать себя, не лезть в одиночку, грамотно регруппаться. Солдат атаки обходит противников. Возможно будет шаттер. Прицел в спину. Верно. К сожалению, у него не получается никого забрать этой ультой. Да, Райнхарты дерутся между собой. Три, неплохо, в троих. Усиленный Райнхард обороны врывается в толпу и помогает своей команде разобраться с новой волной атакующих. Да, практически всех забирают, это минус пять. И не могут, не может пока команда Генезис пройти через эту оборону. Тругаясь начинает поджимать, да, начинает поджимать команду атаки. Ну почему нет? Опять есть танк у Бастиона. Да, посмотрим, как он его реализует. Ультует Райнхард, неплохо. Оптический визор. Стенка от Мэй. Привет, привет. Разбирается Райнхард тут. Разваливает всех. Ну, Бастион, точнее, всех разваливает. Райнхард ему помогает. Бастион вкидывает очень неплохой дамаг. И вся команда играет, как я вижу, вокруг него, от него. Они стараются его оборонять, стараются вывести противника на него. На сей раз минус три делает команду, с ругаясь. Что дальше? Постепенно уменьшается число. Остается последние двадцать секунд на довоз тележки, до контрольной точки. И это не одна схватка. Райнхард врывается во фланг. Не успевает сдать шаттер. Солдат сверху настреливает. Огонь по готовности. Неплохо. Но все выживают. Соответственно, не хватает им уже дамаги. Их остается всего лишь двое на точке. Вот это вам. Уже никого. И это победа команды... Другаясь. Это красивая победа. Ну, победа... В плане того, что... В этом раунде? Да, в этом раунде. Все еще ничего не закончено. Это еще самое начало. Может быть, противостоять им будут намного сильнее. Тем временем, поздоровай с чатиком. Привет, Light into Darkness. Привет, Леоникс. Леоникс что-то пропустил? Ты пропустил один раунд всего лишь. Вечер добрый, чатик. Сегодня мы видим сражение команды TrueGuySage от института PNIPU. Очень интересные матчи. К сожалению, команде Genesis не получается дотолкать телегу намного дальше. в первой точке, она почти вернулась к ней. Да, Дивы не было. Очень сильная оборона. Да, специально для Леоникса говоришь, что Дивы пока не было в пиках. Да, буст на солдата это как бы тоже удачно, более удачная идея, я бы сказал, в данном случае была бы. Буст на Бастиона. Идя на Бастиона, да, кстати, тоже об этом подумал, учитывая его скорость лечения, он теперь как солдат. Но буст на Рейнхарда, я считаю, да, непостоянно он должен заходить, как и раньше, все же скорость движения убавили, ульту ее понерфили. И от нее есть смысл, только если в этот момент Рейнхард находится в толпе противников, и просто он стоит и крутит своим топором. Тем временем Симметра расставляет свои турельки. У меня здесь вот над аркой две, одна над дверью. Неплохо. Интересно почему... А, одна под... Под груз ставится, очень интересная позиция. Неплохо, не первый раз. Симметра играет. Товарищ соул. Отлично, тройки выжигают Рейнхарда. О-ой-ой-ой, забирают Бастион обороны. И еще один яд. Бастион на атаке хорошо себя показывает на сей раз. Очень интересно, зачем-то он все скидывает, прыгает в спин. Да, обрывается Рейнхарда, убирает. Здесь турельки пытаются что-то, он дамажит зарядов в одиночку, отгоняет соперников. К сожалению, умирает. И они умирают. Последний файт перед чекпоинтом. Да, Бастион здесь не очень хорошую позицию выбрал. А не нормально, до Эль Бастион. У них есть телепорт. Да, есть телепорт, АПЛ на Бастионе. Соответственно, команда другаясь побеждает всего соперника. Он делает что-то невообразимое. Сразу продолжает допушивать и получает Рейнхарда себе в лицо. Рейнхард врывается. Симметра зачем-то врывается и умирает на точке вместе с Рейнхардом. Да, расслабились немножко ребята, но ничего, я думаю, сейчас подсоберутся. И здесь же, где было жесткое сопротивление этих соперников, они сами покажут каковое. К сожалению, Бастион обороны играет в одного. У них нет такой сплоченности, как у команды. Другая. Вот, вот буст на солдата, как и просили. И танк от Бастиона. Отлично, они довозят тележку дальше своего противника. Да, и это все. В целом, мое мнение, что в этом раунде я просто решил играть Бастиону. Просто Бастион команды другая оказался сильнее, и за счет этого сильнее оказалась вся команда. Итак, лучший момент матча. Бастион, кто бы сомневался. Ребят, привыкайте, это новая мета. Чей Бастион сильнее. Кто ты победил? Кто ты победил? Абсолютно верно. Совершенно верно, коллега, да. Просто, просто они гейлируют команду обороны. Спешу отметить, что даже без интимейта. Если бы я мог, я бы тоже поставил лайк Бастиону сейчас. Ну, я бы не ставил ему лайк все-таки, потому что... Немножко обуз слишком сильных персонажей. Ну ладно. Это такое. Как говорится, если обе команды обузят, то почему бы и нет? Так. Спросим команды о перерыве. Требуется ли им? Другая есть готова играть дальше. Genesis. Так, команду у нас точно не перепутались? Нет. Все верно, да? А, отлично. Значит, починили. Пять минут. Окей. Мне кажется, с новым Бастионом Рейнхард уйдет в прошлое у команды обороны. Потому что... Ну, у противоположной команды, у кого нет сейчас Бастиона, соответственно. Потому что, ну, просто 300 патронов в обоиме, в барабане. И он высаживает щит Рейнхарду за какие-то просто секунды. Он становится просто бесполезным, по-моему. Да, согласен. Есть такое дело. Ну, я думаю, что подфиксится все-таки Бастиона. Обсуждают ребята тем временем в чатике игроки Компанию Близзард. И то, какие игры они убили. А Хардслауне тут речь зашла. Да. Ну, пока перерывчик. Послушаем музычку. И поговорим с тобой, Артемий. Да. Как ты думаешь, все же мы будем чаще видеть Бастиона в новых метах? В новых, ну, в сражениях киберспортивных команд? Безусловно. Безусловно. Я думаю, что этот герой, по крайней мере, до тех пор, пока... Я очень надеюсь, что его все-таки подфиксят. До тех пор, пока этого не случилось, естественно, будет Бастион. Вот, кстати... Продолжай. Да, более того, Бастион нынче актуален. Вот, как мы видели на примере этого матча, Бастион актуален в атаке. Действительно, в режиме разведки он может. Во-первых, он может в режиме разведки. Во-вторых, развертывание у него в боевой и обратно сократили до одной секунды. Он стал более мобильным. Да. В целом, я вообще скажу, что очень интересно то, что из всех изменений, которые, в принципе, произошли в этом патче, Бастион стал самым заметным. А то, что, по идее, там апнули мерку, насколько я помню, это как-то прошло стороной, и никто этого особо не заметил. Вот, кстати, об остальных деталях патча. Я видел сейчас у двух команд, и что в атаке, что в обороне, был турбосвин. Но его же также, по моему мнению, немножко понерфили, уменьшив дистанцию хука и увеличив расстояние, на которое он притягивает цель. Ну, то есть цель находится на двух с половиной метрах теперь. Как ты считаешь, это повлияет сильно на его играбельность? Это немножко усложняет героя. В целом, на данный момент, чтобы эффективнее убивать, надо, помимо тех кнопок, которые нажимались раньше, то есть это, соответственно, фуг, это выстрел в голову, соответственно, помимо этого, нужно подойти еще на шаг к сопернику, чтобы выстрел в голову нанес больше урона на более близкие дистанции. И, соответственно, это просто на еще одну кнопку увеличивает тот проказ, который необходим, чтобы убить некоторых персонажей. Теперь он не трехкнопочный? Ура! Теперь он четырехкнопочный! Не, ну, конечно же, никто не отменяет возможности продамажить противника, хукнуть его и добить полноценно. Например, того же солдата. Солдата, по-моему, он достаточно часто ваншотит, но тоже от случая к случаю. Вот с рипером у меня не получалось, очень маленький процент вероятности того, что ты попадешь ему большей частью дроби в голову. И обычно он успевает уйти на шефте, к сожалению. Увы, ах, да. Так, готово. Отлично. Таким образом, я считаю, что вот этот фикс Турбослина, он, в принципе, плюс. Не, я считаю, его понерфили после предыдущего апа, когда он стал ваншотить просто всех героев, кроме танков. Всех. По факту ты выходил, хукал кого угодно, и твоя цель становилась сразу же трупом, а она отправлялась через 10 секунд на базу, и вынуждена была добегать пешочком опять. Режим карт. Да, все нормально. В байне мы играем. Ставая карта. Здесь очень неудобно стало тем, что, как бы, вход, он не последний в списке контроль-карты, они стоят на третьем месте в списке режимов. И за счет этого, соответственно, автоматически выбирает... ...докую карту. Интересно. Я вот смотрю на карту... ...поменяли. Ты не замечал еще? Я уже успел посмотреть. Я вот не замечал еще новых изменений. Почему Джалф не на Солдере? Это надо у него спросить. Да. Что ж. Посмотрим, будут ли бастионы в этой карте? Здесь, в принципе... Тем временем 20 человек зрителей на стриме, ребят, кто такой подошел в вечер добрый. У нас второй матч между командой True Guys и Genesis. Как вы видите, первый матч с достаточно большим отрывом победил команду True Guys. Да, все верно. Но это не означает то, что команда Genesis не сможет дать отпор. Я думаю, что они еще... ...как говорится, еще перевернут этот матч. Я надеюсь, что мы увидим третью карту этого противостояния. Что мы увидим контроль. Так, сейчас у нас Genesis в обороне, верно? А, да. Сейчас у нас Genesis обороняется с бастионом. Мэй тут морозит очень неплохо. Состояние бастиона выбрал интересную позицию. Очень интересная выбор позиции. Я особо согласен. Тем временем, увы, инстон у атакующих команды неплохой пик. Против бастиона. Забирают Мэй, оставшую от своей команды. Да, тем временем забирают от жалобы на солдат. Вот. Почему джалб не на солдере? Жалб на солдере, все нормально. Видим врыва на точку от команды True Guys. Бастион не дает это сделать достаточно свободно. Да, координированно тут действует команда True Guys. В спину к ним зашел Гензи. Убил солдата и ушел из доказанного. Но он накопил ульту и остался в тылу. И может на респе там вырезать, если ребята будут неаккуратны. Тем временем, в другой части карты Мэй обороняет домик. Как я и говорил, Гензи напрягал спину, и с ним разобрался дис на солдат. Отличитесь. Да, неплохо сыграно. Тем временем с балкончика заходит команда True Guys. Мэй от Бастиона, очень сильно продамаживает команду атаки. Но пока без минусов. Да, минусов никаких нет. Немножко рановато был использован ультимейт. Мэй заходит, хочет тут разобраться с ребятами на балконе. Трейсер бэкдорит, расстреливает Бастиона. Его поднимают. Ультует Гензи, ультует Люсио в ответ. Неплохо. Минус Мерка. Минус Райнхард. И похоже команда True Guys. Удержит эту точку, ультует Трейсер. Ультует солдат. Но там басы. Ультует Мэй, замораживай двоих. Но к сожалению, уже некому добирать. И они забирают, похоже, эту точку. Да, за нее уже не будут сражаться. Да, похоже они начнут. А нет! Зачем, солдат? Забрал еще за собой ангел. Глупый Бастион стреляет в рефлект. Очень-очень плохо. Да, так делать без сомнения не стоит. Если хочешь жить. Мэйка забирает, которая отошла от своей команды достаточно далеко вперед. Немножко не собраны ребята из Генезис. Немножко по одному действуют. Да, надо собраться. Явно не достает командового взаимодействия. Ну, они это покажут, я думаю, для командового взаимодействия. Он здесь все побежал, чтобы своих привести на скорости. Как можно быстрее. Какое любое. Тем временем команда трубая здесь, как единый флаг, буст Бастиона, но в ответ ультра Альхарта неплохо. Ульта от Генезиса забирает двоих. Троих почти что. Троих. Троих. И убивает. Убивает. Команда обороны продолжает, к сожалению, толкать телегу без видимых на то препятствий. Да. Но тем временем команда Генезис не сдается на характере, пытается что-то сделать. Диву мы видим. А, нет. Да-да-да, Диву у нас в обороне. А, все правильно. Диву в обороне, все правильно. Огонь по готовности. Неплохо. Его сожрала Дива. Похоже на то. О, не увидел я, где он был. Я тоже не успел заметить, видимо, Дива разобралась с этим огнем по готовности. Но, к сожалению, это не помогает команде Генезис. Генезис, соберитесь, у вас есть время на последнюю оборону. Да, умирают ребята, к сожалению. Леоникс, напиши в чат, что желали Дива. Оптический визор, Лисепа показывает как надо. И басы в размен. Давай-ка, подвечем тебя. Бастион здесь настроен. Дива контестит точку. Неплохо, ультмей. Но, а буст. Буст в и щит. К сожалению, никого не остается для контеста. Очень много урона у команды атаки. Очень много. В конце это был просто буст и щит в, соответственно, и щит зари в бастион. Просто буст и щит в бастион. Да еще самый APL, который очень неплохо справляется со своей задачей на бастионе. Да, сразу видно, парень не в первый раз на нем играет. И все это парень, конечно. У нас много девушек на турнире, как я заметил. Да, есть такое. Есть такое дело, я их, к сожалению, не прочеркал. Много даже девушек-капитанов. Как минимум пять я насчитал. Что приятно. Ты уже проверил их странички, я так понимаю. Ну, конечно, как же. Да. Тем временем начинается новый раунд. Тем временем, да. Тругайс у нас теперь в атаке. А Дженезис попробует прообронять точку. Я верно все сказал? Нет, по-моему. Нет, все. Тругайс у нас сейчас в атаке, да? Тругайс у нас сейчас в обороне. В обороне, все. Они были в атаке, а они очень быстро завезли, да. Кстати, это Дженезис теперь атакует. Да, все верно. Все же с названием они поправили, и теперь нормально они меняются при смене сторон. Да, к счастью. Интересная связка суппортов у команды Генезис, это Мерка и Ана. 2-2-2 играют. И соперники, кстати, тоже. И опять мы видим Эйпелла на бастионе. Вот, другайс. Что творит Эйпел? Мне кажется, опять будет лучший момент от него. Ну, возможно, возможно. Я бы, конечно, на его месте такой козырь не показывал, да, междувузовского этапа. Но... Хозяин-барин, как говорится. Пока не понерфили, надо пользоваться, надо пользоваться. И то верно. Да, Дива собрала ульт, пишет на уважаемые зрители. Ну, собственно, это было единственное личное мнение. Неплохая игра, Дива, в таком случае. Не пускают на хайграунд команду атаки. А они сами решают зайти, и они не мешают. К сожалению, нет никакой поддержки. Ты посмотри на это. Дженезис. Почему один лейкард? Турбосвен в соло. Мерка. Падает. Мерка просто расстроенная игрой двух своих тиммейтеров. Просто решает цельцебнуть. Тем временем, солдат забирает Анну. Солдат пытается фланговать. Да, неплохо. Неплохо действует. О, Райнкард уехал! Вместе с APL-ом. У них есть все шансы сейчас взять точку без основного дамагера. Да, да, это неплохой был размер. Неплохой суицид. Ген же пытается запилить солдата. Но, к сожалению, не получается. Опять нет никого на точку. А, она умирает с меркой. Опять у нас файта Анны и Анны. Надо подвести будет потом по записи счет между командами в бою Анна и Анна. Но я думаю, что по состоянию Анны и Анны по-любому победит Анну. Да, тем временем у нас крысавчика мы видим. Интересный пик. Команда Геннезер действует очень не собрана. Но у них есть шансы зайти на эту точку и хотя бы захватить ее на две трети. Успеть. Ну, не хватает ребятам собранности. Не хватает. Да, не хватает ребятам. Как бы координат. Бу-бу-бип от APL. Напоминает о том, что он все еще тут. Он может решать исход матча. Я так понимаю, на этом он будет заниматься. В ответ ультует Райнхард. Плохо. Буст на APL. Но некому ему тут убивать под бустом. Просто некому. Буст просто уходит в ноль. Он стреляет во все стороны. Расстроился APL. Это не будет его ПТГ в этом матче. Ну, только он сумел крысавчика зацепить. Что мы увидим в чате? Просит убрать бастиона. У меня была идея о том, чтобы забанить его в ламбер. Но это, к сожалению, не по регламенту. Увы и увы. Да, Бусь, он действительно в данный момент очень сильный. Я не вижу способов его убивать, пока цел щит Райнхарда, Заря, жива. Кто его прикрывает? Мерко выхиливать его может. А, на бусте. Да. Вся команда может закарать в него. Что и делает, что и показывает Трюгайз. Видим еще одну попытку выхода на точку от команды Трюгайз. От команды Genesis. Сдает бастион. И Райнхард никого здесь не убивает под этим стимулятором. Умирает просто от ЭПЛа в режиме танка. Тем временем, жалбы бежит. А, это за колесом. Еще немного. Убивает Ана колесо. Неплохо сыграно. Красавчик врывается в одиночку на точку, но это плохая идея. Умирает Салат, капитан команды. И матч завершен. К сожалению, к сожалению, матч больше не продолжится. Это безоговорочная победа команды Трюгайз. Да, это 2-0. Тут потогомой пишет АПЛ. Мы сейчас проверим. Сейчас проверим. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет! 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 Не угадал. Неплохо здесь играет. Жалоба, капитан команды. Ну, кстати, Рейкард неплохая позиция для капитана. Он достаточно медлителен. Есть время поговорить.